Привет, друзья. Как вы знаете, неожиданно нас застиг кризис и автоматическое поднятие цен на комплектующие. Все ну очень, блин, дорого. Потому в сегодняшнем видео я буду выкручиваться как могу. Моя цель собрать полноценную хорошую сборку для работы и даже для игр. А в дальнейшем, чтобы я мог ее апгрейдить и получить вообще шикарный ПК. Сейчас вы видите, как в итоге все будет выглядеть внешне. И когда я выбирал вот этот корпус, мне он отдаленно напомнил лицо фантастического героя фильма. Так что тут, само собой, напрашивается имя нашему ПК. Итак, начнем с процессора. Тут не без приключений. Процессор я-то выбрал, а вот купить его для меня было проблемой. На момент создания ролика популярные магазины не имеют его в наличии. Да, можно было взять даже дешевле на Алиэкспресс, но этот ролик бы вышел, наверное, так через месяц. Потом я решил взять на OLX. Это тот же самый Авито. И, кстати, обошелся он мне с боксовым кулером с гарантией из магазина в ту же цену, что и на Алиэкспресс. Но кому надо, ссылки на комплектующие и данный процессор я оставлю в описании. Этот красавчик называется Ryzen 5 3400G. Поясню за него. Некий компромисс в условиях диких цен, я бы даже сказал спасательным кругом, выступают IPU. Это такие процессоры, в которых есть встроенное видеоядро. То есть, видяха на первое время нам не понадобится. И это, как вы поняли, Ryzen 5 3400G. Самый новый и свежий процессор с видеоядром Vega 11. Я хорошо знаком с процессором Ryzen 5 2400G. Это предыдущее поколение, кстати, из такой же Vega 11. И сам сидел на нем некоторое время до покупки видеокарты с 8-ми ядерным процессором. Можно сказать, что он меня выручил. Я на нем занимался видеомонтажом. На этом, кстати, тоже попробую. И до сих пор уже у родителей есть беспроблемный ПК с таким камнем. Процессор нового поколения имеет базовую частоту на 100 МГц выше. 3.7 против 3.6. И турбо-буст аж до 4.2 ГГц. Кстати, Vega 11 у свеженького работает тоже на частоте чуть выше. 1400 против 1250 МГц предыдущего. И техпроцесс 12 нанометров против 14. В общем, он имеет улучшение. А еще я хочу объяснить, почему именно этот процессор, а не к примеру, 4-ядерный 4-поточный Ryzen 3 3200G. Да все потому, что 4-ядерного процесса на сегодня маловато будет. Например, когда я захочу поставить видяшку. А вот 4-ядра и 8 потоков, как в нашем случае, уже будет хватать. Практически любой современной видеокарте. И еще некоторые игры, например, такие как Ведьмак, любят не так количество ядер, как частоты на ядро. А тут частоты 4.2 у бусти, напомню. То есть мы собираем с прицелом на будущий апгрейд. И что нам осталось сделать? Правильно поставить его в материнку. Но кто еще не в курсе, я открыл отдельный канал под названием ПК+. Специально для сборок ПК. И продолжение будет уже там. И это вступление специально для тех, кто подписался на Smart Plus из-за сборок ПК. Бегом подписывайтесь на свежий канал. Ведь сборки скоро окончательно перейдут туда. Так что вот подсказка сверху справа или первое сообщение в комментариях. Переходите и до встречи там.